Какие аксессуары будут самыми модными весной 2024 года? Сегодня разбираемся вместе. Вы попали на канал Рестайл Студио, добро пожаловать! Сегодня с вами Настя, стилист и студент магистратуры по истории и теории моды. Подписывайтесь на наш аккаунт, если вам интересны моды, стиль и профессия стилиста. Три момента, которые я хочу осветить перед тем, как мы перейдем к своим трендам. Они достаточно важны. Первый. На нашем канале уже есть видео про главные вещи весны, про разбор всех трендов весны, про трендовые цвета и также про трендовые сумки и обувь. Поэтому эти темы я практически не буду сегодня затрагивать. Ссылки на все эти видео я оставлю для вас в описании. Также второй момент в описании, и вас будет ждать еще кое-что интересное. Всегда для видео по трендам мы с командой собираем для вас подборку трендовых вещей из магазинов разных ценовых сегментов. А какие-то вещи, естественно, я вам буду показывать прямо в видео. Они все будут в подборке и даже больше. Так что, если вам это интересно, заходите в описании. И третий момент, который мы с вами обсудим до того, как мы перейдем к своим трендам, это адекватное к ним отношение. Это, пожалуй, самое главное. Помните, что тренды это не директива. Это не то, что должно обязательно появиться в вашем гардеробе. Это некое пространство вариантов, которые можно применить, если вы хотите выглядеть ультрамодно в этом сезоне. Но что важнее, чем быть модным, это ваш личный стиль. Поэтому каждый тренд должен проходить через ваш строгий фильтр, который состоит из трех основных вопросов. Первый вопрос. Нравится ли мне этот тренд? Второй вопрос. Есть ли мне куда носить этот тренд? И третий вопрос. Есть ли мне с чем сочетать этот тренд в моем гардеробе? Если на все эти вопросы вы отвечаете точное утвердительное «да», то этот тренд имеет право попасть в ваш гардероб. И, наконец, мы можем переходить к нашим трендам. Как обычно, тренды это подиум. И я буду показывать вам подиумные варианты. Но также я буду рассказывать, как адаптировать их к вашей повседневной жизни и где можно купить эти тренды. И первый наш тренд, он связан с цветом. Если вы смотрели предыдущие мои видео по трендам, наверняка вы знаете, что главный цвет весеннего сезона это красный. И в первую очередь как раз не в одежде, а именно в аксессуарах. Хотя красной одежды, конечно, тоже было достаточно на подиумах. В общем, если вы не готовы надеть на себя Total Red, красное платье, то аксессуары это отличный способ заигрывать с трендом. Ну и плюс цветовых трендов, что цвет не может выйти из моды. Поэтому даже если на подиумах не будет такого засилия красного, то ваша сумка, ваша обувь или ваше украшение красного цвета все равно останется актуальным, потому что это цвет. Цвета из моды не могут выходить. Как обычно, подтверждаю свои слова показами. А то, что я рассказываю, это не мое личное мнение о том, что модно. Это большая аналитика показов сезона. Конечно, в первую очередь на подиумах были красные сумки. Мы не будем на них останавливаться. Такое видео уже было. Я уже говорила про красные сумки. Я просто пущу подборку. Где-то тут она будет для того, чтобы вы вспомнили, для того, чтобы освежить ваши воспоминания. Также было достаточно много украшений, которые содержат красный цвет. Давайте смотреть. Вот эти серьги на показе Феррагаму. Мне они очень нравятся. Я даже подумываю о том, чтобы их купить. Красивая комбинация золотого и красного. У них такие же серьги были с зеленым и с голубым, но с красным максимально трендовое сочетание. Ожерелье от Изабель Маран. Заметьте, это просто нить бусин, завязанная впереди. И вы легко повторите это, сделав бусы самостоятельно. Такой вариант абсолютно не обязательно покупать от какого-то люксового бренда. Вы можете это сделать самостоятельно. И что мне нравится в трендах на аксессуары, то, что большинство из них мы можем повторить очень бюджетно или использовав то, что у нас уже есть в гардеробе. Идем дальше. Вот этот коралл от Роберто Кавали тоже очень показательный. А еще отдельное место на показах заняли колготки и носочки красного цвета. Давайте смотреть. Также пущу несколько картинок, чтобы напомнить вам об этом тренде. И остановиться хочу вот на этом образе от Серджио Хадсон. Тут классный пример таких неплотных красных колготок, а такой здесь спокойный, полупрозрачный, красно-коричневый. И вот если вы не готовы к плотным, ярким красным колготкам, мне кажется, это отличная альтернатива, которую легко сочетать с вашими вещами. И при этом они не такие яркие, они не будут привлекать столько внимания, и вы будете себя чувствовать в них комфортно. А это самое главное. Ну и наша традиционная подборка. Я напоминаю, я выбираю вещи из разных ценовых сегментов. Будет люкс, будет миддл-сегмент, и будут абсолютно недорогие бренды, масс-маркет, какие-то локальные бренды. Давайте смотреть. У бренда Holy June есть классные украшения. Их можно купить на официальном сайте, либо на мультибрендовых платформах, вроде Виволовика и Poison Drop. Вот такое с жемчужинками и перчиками мне очень сильно понравилось. Я вообще люблю этот бренд. И здесь, кстати, попадание сразу в два тренда, но я скажу об этом немножко позже. И вот это вот более такое спокойное, миниатюрное. Еще в Poison Drop нашлось со скидкой вот такое прекрасное колье от Visteria Gems. И второй вариант – это очень деликатные, но привлекающие внимание серьги. Они наполовину красные, наполовину золотые. Как мы с вами проговорили, это довольно трендовое сочетание для аксессуаров. Идем дальше. Вот эти кафы просто великолепны. Отшеймлась, на мой взгляд. И вот это вот сердце тоже со скидкой рекомендую обратить внимание. В Stradivarius оказалось тоже много таких аксессуаров. Красный ремень, вишенки. Кстати, это аналог Сережи к Жакмюс. Но если вы не готовы платить большие деньги за серьги и вишенки, я могу вас понять, потому что этот аксессуар довольно яркий, он может быстро надоедать. Я бы тоже отдала предпочтение в этом случае масс-маркету. И вот хороший здесь как раз аналог. Но при этом это отнюдь не точная копия. Еще вот такие бусы. И еще покажу оттуда серьги. Дальше немного люкса. Теннисное колье от Amina Muadi из красных кристаллов. Смотрится очень красиво. Отличная альтернатива простым белым кристаллам. Но при этом оно довольно универсальное. А вот эти серьги от Selin тоже рекомендую обратить внимание. Кстати, на Celi 50% сейчас есть вот этот красный ремень от Beta Gwenneta. Роскошные лаковые перчатки от Gucci. Тоже скидка 50%. Мы стараемся выпускать видео, где есть подборки одежды как можно быстрее. Чтобы все эти позиции сохранились. Поэтому я надеюсь, к моменту выхода видео все еще будет в наличии. Но про перчатки, кстати, мы с вами еще поговорим отдельно. Это тоже такое попадание сразу в два тренда. В манго обнаружены серьги с красным камнем и кольцом. Гольфы на Celi в тумут. Брошь роза из личи. Очень красивая. И можно посмотреть в сторону берета, если вы не хотите какие-то слишком яркие аксессуары. Вы хотите что-то такое вневременное. Красный берет это то, что из мода не выйдет никогда. Кстати, вот еще отличные серьги из Zarina. Красные кристаллы и стоят 300 рублей на скидках. Еще на La Moda нашелся такой сатуар. Я не знакома с этим брендом, но могу сказать, что данный вариант будет смотреться очень стильно. И на фотографиях все выглядит довольно качественно и хорошие отзывы. А мы движемся к следующему тренду. И это банты. В этом сезоне банты просто захватили подиум, а они были повсеместно. От каких-то маленьких декоративных бантиков до гигантских топов и юбок, которые представляют из себя не что иное, как огромный бант. Давайте посмотрим на примеры. Анквас показывают нам топы в виде банта и банты в виде декора на юбке. Еще одно интересное исполнение от бренда Kim He Kim. Это корейский бренд. Если вы владеете хорошо корейским, вы можете подправить мое произношение, я не возражаю. Я не нашла произношение этого бренда ни у них на сайте, так что можете мне здесь помочь. Что было у них? Кольчуга из бантиков. Да, экстравагантно, но это подиум. А по сути, на самом деле, что это? Это просто черная футболка, поверх которой надеты какие-то дополнительные украшения. Всегда можно выбрать более спокойную вариацию. На этом же показе был отличный вариант, который можно интегрировать в гардероб. Это такой жакет и брюки с бантиками. И здесь, на самом деле, не обязательно покупать вещи, вот прямо на которые уже пришиты бантики. Вы можете сами это сделать. Вы можете на свой жакет, на свои брюки приколоть бантики в те места или пришить, в которых вам это нравится визуально. А потом, когда надоест, вы просто их отпорите или снимете эти броши и будете снова носить свои жакеты и брюки, такие, какими они были до этих бантиков. Поэтому иногда не нужно покупать вещи, нужно просто подумать, как можно апгрейдить, как можно украсить то, что у вас уже есть. Можно даже, кстати, брюки, это достаточно экстравагантная история, брюки в бантиках. Но, например, бант, как застежка жакета, это будет смотреться очень свежо и интересно. На показе Нины Ричи были вот эти гигантские банты на топах и платьях. Очень красиво. Едва ли мы будем это интегрировать в свои повседневные гардеробы. Но при этом мы замечаем, что бантиков достаточно много, бантов, бантиков. И я потом покажу, какие варианты могут быть пригодны для гардероба. Симон Раша, конечно же, банты, это точно их эстетика. Покажу вам пару луков. Ну и последний, мой любимчик, такой белый костюм, усыпанный сиреневыми бантами. Вы легко повторите это со своим блейзером, поверьте. Не надо покупать такую вещь специально. Ну и тут, конечно, просто огромный простор вариантов для покупки. Хоть с Wildberries вот такие маленькие на заколке, либо вот еще один вариант. Хоть что-то более роскошное и куда менее бюджетное. Вот такой красавец от Дженнифер Берн был найден на Net-a-Parte. А про жемчик вы помните, что это тоже отдельный тренд. Мы совсем скоро до него дойдем. У Август Джуэлли целая серия с бантиками. Вот такой каф и пуговицы в виде бантика. Они из серебра. Но если вам не принципиально серебро, идите в галантерию, купите там пуговицы бантики просто за 300 рублей. Вот такие как раз я нашла на Озоне. Их десятки видов, но мне понравились вот эти черные и золотые. В таком же варианте есть еще белые. И это простой вариант поиграть со своим трендом. Берете кардиган, который вы носите. Он может быть абсолютно базовый. Отрезаете пуговицы, откладываете их, на будущее не выкидываете. И пришиваете бантики. Пожалуйста, трендовый кардиган готов. Надоел этот тренд. Отпарули бантики, пришили обратно свои пуговицы. Все, у вас спокойный базовый кардиган снова. Едем дальше. На Виволовика есть вот такой шикарный гребень с бантиком из страз. В Lime вышла твидовая коллекция. И там твидовые банты для волос в черном, в розовом цвете. И обратите внимание, что вот черный, он приколот к вороту блузы. И он смотрится как такой гаусток бабочка. Поэтому некоторые аксессуары гораздо более универсальны, чем они могут показаться на первый взгляд. Еще нашлись вот такие ленты в стиле Симон Раша в ЦУМе. Тут вы тоже видите, что вы можете сами сделать такие, если вы не хотите покупать. Еще обратите внимание в данном контексте на бренд Панфил. У них много аксессуаров для волос. Включая вот этот вот великолепный бан с жемчужинками. Я для себя в моем стиле не очень вижу, если честно, такое украшение. Но он такой красивый, что он даже меня заставил задуматься. И еще вот один бант более нейтральный. Вот резинки из H&M, тоже с бантиками. Вы берете просто свою резинку и привязываете к ней ленточку, завязываете бантиком. У вас такая же резинка, просто и бюджетно. У Аркет обнаружен совершенно роскошный бант, он просто великолепен. Еще одни серьги из Бифри и Зарина, тоже с бантами. И Пулэнд Бэр предлагают украсить атласными бантами свои кеды. Но что вы думаете, я нашла на Озоне такие шнурки. И полагаю, что если поискать, их можно найти еще дешевле. И в тех цветах, в которых вы хотите. Наш третий тренд это жемчуг. Да, жемчуг остается актуален, причем и в виде какого-то простого, небольшого жемчужного колье. И в виде каких-то экстравагантных украшений с каким-то крупным жемчугом. Давайте с вами смотреть, что было на показах. Эти им показали очень красивую идею сочетания перчаток, прозрачных и намотанных сверху нитей жемчуга. И тут еще и серьги жемчужные, вы можете увидеть и каф в носу, и этот каф мне так понравился, мне кажется, он мне срочно нужен. Еще покажу вам пару луков. А вот тут жемчуг используется для контраста. С корсетом и бархатной лентой, чокером он придают комплекту такой немного историчности. Предупреждаю некоторые комментарии, я сразу скажу, с голой грудью, естественно, выходить не обязательно. У подиума нет задачи предложить вам готовые решения для конкретно вашей жизни. Образы с подиума нужно уметь читать и адаптировать их к жизни, это уже наша с вами ответственность. Ну и я стараюсь в видео вам максимально с этим помогать. Еще один образ с черной органзой. Жемчужные серьги от Erdem. Снова ким-хи-ким. Костюм, усыпанный жемчужинами, по сути, это для вас готовая идея. Вы можете просто взять маленькие броши с жемчужинками или маленькие жемчужинки, разбросать по жакету так, как вам нравится, пришить или приколоть, и жакет очень трендовый готов. Либо, если жакет это слишком много, можно вот как в этом образе, а поэкспериментировать, например, с беретом. На мой взгляд, это гораздо более безопасная, но очень интересная история. Крупный жемчуг. И это мой любимый образ. Кожаная куртка с жемчугом. Я хочу добавить к своим весенним образам нечто подобное. Но, естественно, я не буду покупать такую куртку. У меня есть кожаные куртки. Я просто куплю жемчужные нити в магазине для шитья и подвешу их через опалеты на свою куртку. И это будет возможность поэкспериментировать с данным трендом, но при этом не тратить на него слишком много денег и не захламлять свой гардероб, что тоже важно. И, кстати, заметили ли вы невероятно красивую деталь? Вот эта жемчужинка капля на очках. Это очень красиво. Я здесь, честно, не знаю, можно ли реализовать это как-то самостоятельно со своими очками с технической стороны, но смотрится это очень красиво. Еще один отличный вариант у Erius. Пояс с прикрепленными к нему жемчужинами. У Chanel, кстати, тоже ремни из жемчужинок. Еще классная вариация была у Stein Goa. Жемчужинки вместо пуговиц на жакете и в качестве такого минималистичного декора. Тоже можно взять на заметку, как можно апгрейдить ваш кардиган, например, в этом сезоне. Пару луков от Simon Rocha, сумочки и обувь, декорированные жемчужинками. Это их ДНК. Конечно, здесь они, естественно, показали нам пример, как можно носить жемчуг. Аксессуары с жемчугом искать в магазинах. Одно удовольствие, их просто тонны. Готовьтесь, мы с командой подготовили вам крупную подборку. Magda Boutrim. Нежнейшая сумочка с розой на сейле на Net-a-Parte. Если хотите бюджетнее, есть на Asos с такой ручкой из жемчужинок. Но, опять-таки, ручку из жемчужинок вы можете сделать самостоятельно. На Sense, покорившая мое сердце, сумка от Simon Rocha. Эти видео с подборками, мне кажется, меня когда-нибудь разорят. Я все время все хочу, пока ищу для вас, для видео, для клиентов. Проблема профессии. Но я держусь, потому что знаю, что точно впишется в мой гардероб, а что нет. А помните, 10 лет назад гремели на всю модную индустрию сумочки Vaninos? Такие они были из жемчужинок. Вот бренд это до сих пор существует. Они делают сумочки в своем стиле. И вот такая малышка есть на Farfetch. На Asos есть атласная сумочка в такой клетке из бусин. Такие сумки демонстрировали на показе Gucci. Но они были не из жемчужинок, а они были более таки металлизированы. Но жемчужинами тоже красивый вариант. Ряды ожерелей с Wildberries абсолютно по разным ценам. За 200 рублей, за 1000 рублей. Кстати, там же нашлась вот такая нежная сумочка в сетке из жемчужин. И мне, кстати, так нравится, что у нее внутри не атлас, а такая холщовая, более плотная, грубая ткань. И за счет контраста получается очень красиво. Если бы я выбирала между Asos и вот этой вот сумочкой, я бы выбрала эту. Мне она нравится больше. Еще один пример с Wildberries с хорошей идеей, как можно носить. А пояс из жемчуга, как с показа Chanel. У бренда Daria Shime мне тоже нравятся украшения. Вот это колье Gris, очень красивая, такой крупный жемчуг. И вот такие серьги с барочным жемчугом, мне кажется, невероятно красивыми. Еще понравились вот такие серьги с гроздьями жемчуга на BJ. И у них же хорошее колье. У Forte Forte с такими жемчужинками, которые перемежаются цветными бисеринками. И пара вариантов от Caviar. Мне нравится этот бренд украшений. Вот это колье. И особенно рекомендую обратить внимание вот на эти пусеты. Еще пара вариантов. Мы перейдем к следующему пункту, я вам обещаю. Просто мы нашли действительно много классных украшений. Не могла не показать у Zara вот эти очень красивые ряды. Бус. И вот этот вариант Camelia. Это просто что-то невероятное. Очень красивое. И колье со снежинкой тоже достойно внимания. Все. Я останавливаюсь. Остальные варианты, которые мы для вас нашли, будут в гайде. Напоминаю, вы можете зайти в описание к этому видео и скачать гайд, где будут все те вещи со ссылками, которые я вам перечисляю. И еще гораздо больше из того, что мы с командой нашли для вас. А мы движемся дальше. И у нас следующий тренд. Это перчатки. На подиумах весна-лето. Также многие образы украшали перчатки. Причем как какие-то базовые кожаные, так и более интересные, прозрачные и в сетку. Давайте познакомимся с этим трендом получше. Филипп Лим и его перчатки из органзы смотрятся очень нежно, даже в черном цвете. Похожий вариант мы видели с вами уже на показе Эдди. Только с намотанным жемчугом сверху. То есть можно совместить два этих тренда. Берем на заметку. У Алая перчатки несли в руках на показах практически все модели. Либо же, интересная идея, они были прикреплены на ремешок сумки. Этот же прием повторили Диор. У них перчатки либо надеты, либо они в руке у модели. У Анна Суи прозрачные перчатки, такие полупрозрачные в тон платья. У Шанель перчатки, похожие на рукавники на уроках труда. Я думаю, что не у меня у одной такая ассоциация. Или в уроках рисования. В общем, у них они атласные. И поверх надеты крупные браслеты. Про крупные браслеты тоже еще вам попозже скажу. И здесь же мы можем увидеть сразу то, о чем мы с вами говорили. Это ручка сумки из жемчужинок. И еще раз напоминаю, что вы можете просто купить жемчужные нити в магазине шитья, на Wildberries, на Азоне, где угодно. И поменять, если у вас отстегивается ручка сумки, вы можете просто пристегнуть к ней бусы или привязать нить, обернуть ее, чтобы она была двойная. Или, если у вас ручка не отстегивается, вы можете обернуть эту ручку жемчугом и тоже будет красиво. Ну и еще пример с перчатками. Взглянем быстро на показ Фенди. Здесь были кожаные перчатки разных оттенков. Как акцент, в тон комплекту и еще пару локов, чтобы посмотрели, как это выглядело. Давайте посмотрим, что было в магазинах. Начнем с тяжелого люкса. The Row совершенно роскошные перчатки, очень красивый цвет. Gucci сетчатые. Вот еще одни Gucci я вам уже показывала в красном цвете со скидкой. Вот такие сетчатые перчатки с рисунками мне очень симпатичные. Эти были найдены на La Moda. Также у бренда говорили, красивые сетчатые перчатки. Они все в пределах до 1000 рублей. Есть даже в жемчужинках. Они стоят чуть дороже, там, тысячу с небольшим. Также красивые сетчатые перчатки были найдены в Mango. Вот такие мятные или бежевые с перьями. И еще хотела вам показать вот такие Color Block от COS. И перчатки с бантиками. Если ваша весна достаточно прохладная, я думаю, они вам понравятся. Это Bimbo и Lola. Мы движемся дальше. У нас пятый тренд. Это чокеры. Чокер снова один из самых модных видов украшения на шею. Чему я очень рада лично. Я люблю, ношу чокеры всегда вне зависимости в тренде он или нет. Напоминаю, чокер это украшение, которое переводится как душитель. Соответственно, это то, что плотно достаточно обхватывает вашу шею. И, конечно, смотрим показ. Мы с вами уже видели жемчужные чокеры на показе Эдди. Взглянем на них еще раз. У Chanel металлические, текстильные и жемчужные чокеры. У Dior абсолютно все образы на показе украшали чокеры. Это были либо такие металлические обручи, либо вот такие варианты с металлическими пластинами, либо такие вот в стиле 20-х. У David Coma такие слои украшений, обхватывающих шею или с цветком. Но что для нас еще интереснее на этом показе, это вот такие чокеры из органзы в тон принта-наряда. Посмотрите, как красиво смотрится и насколько это легко повторить самостоятельно. И пущу еще, пока я говорю, несколько вариантов с чокерами будут где-то здесь появляться, чтобы посмотрели, насколько много их было на подиумах. И теперь посмотрим, что мы нашли для вас в магазинах. Вишенки от B.J. или такой более готическая, с крестом от них же. Великолепно красивый от K.A.V.R. Колье Crush с как бы такими разорванными цепями. И вот этот вариант из роз мне очень симпатичен. В Viva La Vica найден такой шарик на шнурке. Мы немножко подустали от сердец. Если вам нравится, вы можете продолжать носить. Но если вы хотите что-то подобное, но немножко отличающееся, вот можно выбрать с какой-то другой формой, например, шариком. Металлический обруч, как с показа Dior в исполнении Mango. И вот у них же такая роза. И еще один вариант цветок на бархатной ленте. Отличные варианты. У Arkyt красивая вариация металлического обруча. У Love Republic такой шнурок с колечком посередине. Довольно деликатное украшение. И вот такие два украшения в одном из разных металлов. Естественно, вы знаете, что украшения из разных металлов можно носить. И вы не верите в эти устаревшие байки, которые говорят, что можно только один тон металла. Это неправда. Металлы можно сочетать, и это будет смотреться очень стильно. Marmalata. Базовый бархатный чокер. Если вам надоест просто базовый, вы всегда можете придумать ему какую-нибудь подвеску и приобрести ее отдельно. В Be Free за 350 рублей мне очень понравился этот чокер из прямоугольных страз. Такой красивый текстильный вариант с бантиком. Здесь два тренда в одном, вы уже знаете. И еще есть такой шипастый. Смотрится интересно, но я не примеряла, и у меня не было возможности потрогать его в магазине. Я не знаю, насколько он комфортен будет для носки. Выглядит немного опасно. Так что, если вы его трогали, если вы его примеряли, отпишитесь в комментариях, поделитесь своим опытом. С Традивариус. Пара вариантов со стразами. Мне вот особенно нравится этот вариант с цветком. А два варианта от Massimo Dutti. Обруч такой слегка помятый, слегка неровный. И серая лента с цветком. Мне нравятся эти два варианта. И еще покажу парочку с Wildberries. Шнурок за 300 рублей. Завязывайте бантиком и вуаля два тренда сразу. Миниатюрный с жемчужиной к сердцем. Или вот такой покрупнее жемчуга с барочной жемчужиной. Прямо как из показов. Следующий наш тренд это украшения на сумку. Мы немного касались этой темы уже, когда мы говорили про жемчуг. Но украшения были очень разные. И сумки декорированные были разные. Поэтому я бы хотела разобрать с вами этот тренд отдельно. Давайте смотреть показы. Густо украшенные жемчугом сумки мы видели у Симон Роша. И вот те самые ручки жемчуга, как у Шанель. Баленсиаго представили гигантские сумки, которые были украшены брелоками. Чем больше ваша сумка, тем больше декора, соответственно, она способна выдержать. Здесь просто гигантские. И они усыпаны украшениями. У Карвен сумки украшали нити цветных вуз. Похожий прием, но более акцентный был на показе у Сикстин Арлингтон. Из их сумок буквально врывался такой водопад из пайеток. Очень красиво. И я напоминаю, для того, чтобы этот тренд интегрировать, вам не обязательно покупать какую-то густо декорированную сумку, которая может быть достаточно дорогая, которая может вам надоесть. Все это можно сделать самостоятельно с теми сумками, которые уже есть у вас в гардеробе. Обмотайте бусы через сумку или купите пайетки. Сделайте нити с пайетками и купите карабины. Прикрепите эти нити пайеток на вашу сумку и, пожалуйста, трендовая вещь готова. Надоело? Сняли. Если нужно понаряднее одеться или хочется выглядеть более трендово, добавили. Давайте быстренько глянем, что есть в магазинах. Специальный бэкчейн есть у бренда Holy June. Но, на мой взгляд, можно обойтись и чем-то более бюджетным в данном случае. Похожие я нашла на Wildberries. Можно вот такие. Они не очень длинные, но их можно подвесить несколько. Ну, опять-таки, либо берете карабины отдельно и подвешиваете на них любые бусы. У P-Free есть сумка с... Она уже украшенная, такая в более готической теме. Но, опять-таки, вы можете сделать это сами. Цепи, сазона, крест оттуда же. И, пожалуйста, ваша трендовая сумка готова. Готическая. У Studio 29 есть буквы, которые можно прикрепить. И похожие варианты есть у CELINE, если вам хочется более дорогого, более люксового. У COS есть такой шарм из серебра. Его можно подвесить в данном случае на джинсы. Но на сумку тоже нас никто не ограничивает. Подвеска от GANI. Довольно симпатичная и нейтральная. У Endaza Stories цепи с кристаллами. На сумке, ну, опять-таки, все можно сделать самостоятельно. Брелок от Sandrom. И такой шикарный цветок от Laeva. Очень красиво выглядит. И вот еще сумочка в пайетках от Снежной Королевы. Опять-таки, мы всегда держим в голове, что такое можно сделать самостоятельно. И еще два симпатичных брелока на сумку от Bimbo и Lola. И на этом мы заканчиваем с этим трендом. И движемся дальше. Седьмой тренд. Это ремни. И тут мы поговорим сразу про три модели, которые доминировали на подиуму. Первое – это тонкий ремень. Даже украшающие довольно объемные вещи. Второе – это пояс-шнурок. И третий тренд, гораздо более экстравагантный. Это такие акцентные ремни, которые мы носим на бедрах в стиле нулевых. И желательно еще с какой-нибудь крупной пряжкой. Дабы не быть голословной, я покажу вам показы. Тонкие ремни были замечены на очень многих показах. Например, Филипп Лим, Альтузара. У Бали тонкий ремешок сочетается с декорированным кошелечком на поясе, куда помещены цветочки. Можно иметь в виду, да, сочетание двух поясов, маленькая сумочка, в которую можно еще и цветочек добавить. У Карвен тонкие ремни перехватывают даже такие прям плотные пальто и блейзеры. У Коперни также образы были дополнены тонкими ремешками. С тонкими ремнями, я уверена, вы сами справитесь. Давайте переходить к чему-то более интересному, а именно к крупным ремням в стиле нулевых. У меня эти ремни вызывают дичайшую ностальгию. Я их обожала в школе. Я их носила постоянно. У меня была целая коллекция. Сейчас у меня другой стиль, но покупать я себе такой ремень буду вряд ли. Но при этом мне очень нравится на них смотреть. У Гуччи были такие более широкие ремни с джинсами с низкой посадкой. И на этом же показе были более тонкие. Еще посмотрим Кейт. Здесь массивный ремень на бедрах в сочетании с легким летящим платьем. Сочетание на контрасте. У Лавитон легкая юбка, перехваченная сверху массивным кожаным ремнем. И дополненная еще спортивным верхом. У Прада экстра низкая посадка и широкий ремень из кожи. И последний вариант Майкл Корс. Платье и цепь на бедрах. И также покажу вам пару вариантов поясов-шнурков. Вот такие варианты были у Клоэ, у Энг и у Гэнни. Ремней, естественно, мы для вас нашли просто десятки. Но я покажу такое основное, остальное мы добавим в гайд. Начнем с Вайлдберрис. Такой тонкий ремень на объемный жакет будет смотреться очень красиво. И мне нравится оттенок. Он выглядит дорого, он выглядит интересно. Но при этом он очень легкий в сочетании. Вот, кстати, пример трендового ремня и ужасной стилизации. Так мы не носим. Но сам ремень берем на заметку. Цепочка с камелией в стиле Шанель. Но здесь нет лого. Это неточная копия, поэтому такое можно покупать. Это хороший аналог люксу. Еще один вариант с жемчужинками. И еще один красивый ремень. И жуткая стилизация с джинсами и с тонкой майкой. Опять-таки, так мы не носим. Но вещь сама по себе хорошая. Конечно, ремни в стиле нулевых мы в первую очередь ищем. В секонд-хендах, в винтажках и на Авито. Ну, либо на любом рестайлере одежды, доступном в вашей стране. А твинсет на Оскеле, он просто эталонный. Отсюда же Роберто Кавали с большой пряжкой. Ну, и Авито. Шикарная цепь Miss XT. 7000 недешево, но она прекрасна. А Кавали за 5000. Next за 1500. И для самых дерзких вот этот ремень с заклепками и пряжкой-бабочкой. Классная цепочка, нашлась вообще за 150 рублей. Мой абсолютный фаворит этой подборки это ремень Гальяна с цветком за 5500. И вот еще ремни в этом стиле вообще по 110 рублей. Из нового. Не любите секонд-хенд, не любите реселлеры, это окей. Нет никаких вопросов. Есть и новое. Можно посмотреть дизель. Шнурки есть у Лоренто Антони Аци. Цепь еще нашлась классная Ванда за сториз. И в маже вот такая нежная цепь с цветами. Я хочу ее себе приобрести и носить с объемным жакетом. На мой взгляд, это будет очень красиво. И вот это еще с подвесками со скидкой. Там же нашелся красивый тонкий ремешок. И цепи шнурок одновременно из аркет. Отсюда же тонкий серебристый ремень. И еще один ремешок тонкий, вот такой он с какой-то невероятно интересной пряжкой. Вроде бы очень нейтральный, очень спокойный, но довольно интересный. Пара вариантов из Зары. Объемный с заклепками и шнурок. А я свои ремни и шнурки пояса приобрела у бренда Ануко. Там в комплекте идет два шнурка разных цветов. Время двигаться дальше. К восьмому тренду. И это носки. Одним из самых главных акцентов и аксессуаров в образах на показах сезона весна-лето 2024 были носочки, гольфы. Здесь мы не будем долго останавливаться. Я просто пущу подборку образов. Но и обратите внимание, пока она будет идти, что в этом сезоне носочки сочетали и со спортивной обувью, и с лоферами, и с обувью на каблуках, и с обувью с открытым носком, и с обувью с закрытым носком. То есть ограничений по сути никаких. Не бойтесь этого аксессуара. Он очень простой в обращении, но при этом это всегда плюс 1000 баллов к вашему стилю. Купить носочки можно абсолютно где угодно. Поверьте, абсолютно не важно, они у вас какие-то люксовые с логотипами, или они абсолютно бюджетные, не знаю, куплены где-нибудь в переходе метро. Интересно, продается ли что-то в переходах метро. Я дам буквально пару вариантов. Вот такие тумут серые, высокие, под ботинки и сапоги просто идеальны. Цветные, например, зеленые от Studio 29. Мне очень нравятся вот эти красные пушистые от Chux. Если что, я знаю, как по-французски произносится это слово. Но основательница бренда называет его именно так. Поэтому будем произносить так, как он был назван. Еще красный от Koss и вот эти гольфы от Gani тоже мне очень приглянулись. И последние три тренда, они касаются украшений. Давайте достаточно динамично по ним пробежимся. Я не думаю, что они требуют какого-то очень объемного объяснения. Итак, девятый тренд это массивные браслеты. Они в основном были металлические, такие обхватывающие запястья, как наручник. Посмотрим пару примеров из магазинов. Кевер, мои любимчики. На Wildberries нашелся массивный такой браслет, как наручник. У Poison Drop браслет каплевидной формы. У Lime отличный трендовый вариант. У Mango просто эталонный. И еще хороший вариант у Koss в коричневом цвете. Следующий тренд. Крупные серьги. Они могут быть разной формы, разных цветов, разных металлов. Все серьги, которые ярко привлекают к себе внимание, абсолютно точно подходят под этот тренд. На Wildberries нашелся продавец, который называется Девушка с Сережкой. У них красивые модели в виде цветков в золотом и серебряном цветах. У Tangren длинные серьги с такой черной эмалью. Еще у Ковера есть коллекция Серпенти. И там такие красивые зеленые серьги со змеей. Они у меня в корзине уже, я думаю, насчет покупки. У Poison Drop шикарный цветок синего цвета из мятого металла. И вот такие серьги у меня тоже в корзине. Это золотой цветок с жемчужинкой. Lime. Считаю идеальное попадание в тренд крупных сережек. И в Mango нашлись сразу три шикарных варианта с цветами. Тоже каждый из них довольно интересный. Последний наш одиннадцатый тренд. Это ряды цепей. То есть несколько цепей сразу. На показах было много образов, где либо сочетались парочка вариантов ужерелей, либо модель была просто увешана большим количеством цепей. Почему бы не попробовать повторить этот вариант в повседневной жизни? На мой взгляд, этот тренд достаточно простой. Вы можете просто просочетать чокер с цепочкой. А можете взять несколько украшений, которые у вас уже есть, и создавать гораздо более экстравагантные сочетания. Буквально парочку вариантов вам дам. Но помните о том, что такое украшение не обязательно покупать комплектом. Вы можете создать его сами. И так даже будет, пожалуй, интереснее. Но, тем не менее, серпенти от Кавиар с деликатными змейками, лайм с такой жемчужинкой, H&M в серебристом цвете, и, конечно же, Зара. Вот такие красивые варианты от Кос, комбинированное колье и бодичейн с барочной жемчужинкой. Рекомендую обратить на него внимание. Мы поговорили с вами про одиннадцать главных трендах в аксессуарах. На мой взгляд, аксессуары – это один из самых простых способов сделать свои образы более модными, более актуальными, Как вы могли увидеть, это простой способ, бюджетный способ. Он не требует от вас большого количества затрат и каких-то невероятных навыков в сочетании. Я надеюсь, что это видео было вам полезно и что с помощью него ваши образы станут более модными. Но помните о том, что тренды всегда вторичны. Первичен ваш стиль, и в ваш гардероб могут попадать только те тренды, которые вам нравятся и вам подходят. Спасибо большое. До встречи в следующих видео. До свидания.